Разгуливая под руку с участниками саммита НАТО в Брюсселе, Петр Порошенко так и не смог сравниться с ними по степени реального влияния на дело Европы. Его идеи о новой газовой логистике на континенте выглядели скорее беспомощными и плохо реализуемыми на практике. По словам Порошенко, наиболее эффективным было бы, если бы Украина, как часть Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе, что обеспечило бы энергетическую безопасность и прекратило любые инсинуации. Он также сообщил, что в ходе саммита была выработана общая позиция по следующему этапу интеграции Украины в Европейский энергетический союз. Разумеется, Порошенко в очередной раз подверг критике российский газопровод «Северный поток-2». Это никакой не экономический проект, проект абсолютно политический. Цель проекта — нанести удар по Украине и по многим другим членам Европейского союза и членам НАТО, уверен киевский гость. Разумная диверсификация газовых поставок, которую запланировала и методично реализует Москва, нервирует Порошенко. Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского союза более зависимой от России? Вопрошал украинский президент. Возбуждение Порошенко легко понять. Противником «Северного потока-2» является также Дональд Трамп, который присутствовал на саммите. Президент США даже назвал Германию заложницей России из-за упорного стремления Берлина самостоятельно заботиться о своей энергетической безопасности. Отметим, что идею о смене точки закупки Киев высказывает не в первый раз. По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, европейские покупатели всегда были против этого. При нынешней системе, ответственность за транзит по территории Украины несет «Газпром», а при переносе точки учета на восток ответственность ляжет на западные страны. Зачем им это надо? У Киева нет контрактов на поставку газа в Европу, они есть у «Газпрома». Соответственно, «Газпром» и поставляет газ в Европу. Украина этого делать не может, продолжает тему директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Но да, идея о переносе точки закупки газа на восточную границу Украины озвучивалась, и пускай он там весь продается, но понятно, что практического смысла она не имеет. СП, почему? Дело даже не в том, входит Украина в ЕС или нет, а в том, что у России нет точек закупки газа, например, и на границе Белоруссии и Польши, которая входит в ЕС, покупатели в Европе заключают контракты на поставку. Соответственно, туда газ и поставляется. Это нормальная практика. И Россия, и Норвегия, и Алжир, и другие поставщики заключают контракты с конкретными покупателями, после чего идут поставки. Есть те, кто предлагает товар, есть те, кто покупает. Эта схема касается не только газа, а любого товара. Предложение Порошенко мало понятно. СП, видимо, Порошенко выступал не как представитель страны-транзитера, зажатый между Европой и Россией, а как представитель самой Европы, ее части, в последнее время много странных высказываний, не имеющих экономического смысла, а имеющих какие-то политические цели. Пусть тогда Европа покупает катарский газ где-нибудь в Латинской Америке, СП, а разве Газпрома не было бы выгодно продавать газ на российской западной границе, и спихнуть таким образом в себя ответственность за нестабильный транзит по Украине. Возникает вопрос, кому продавать. Например, концерн BMW хочет для своего производства закупить газ. Этот газ концерну нужен на входе в завод. И он заключает с поставщиком контракт именно об этом. Ему неинтересно закупать газ на западной границе России, а потом гнать его неизвестно как до своего завода через украинскую территорию, столкнуться с тем, что там есть проблемы неравномерности потребления, загрузки труб. Понимать, что на самом деле газ надо было отбирать в ПХ, подземное хранилище газа, и так далее концерн BMW с ума сойдет. Еще пример, представьте, что вы хотите купить клубнику. Приходите на рынок, выбираете и покупаете клубнику. А представьте, что вы там заплатите деньги, а вам скажут, что ваша клубника находится где-то в Краснодарском крае. Забирайте как хотите. Это разве нормально? Каждый должен заниматься своим бизнесом. Покупатель хочет получить нужный ему товар у себя, а не где-то далеко и не разбираться с проблемами по доставке. К тому же все мы прекрасно знаем, в каком состоянии находится украинская газотранспортная система, ГТС. И европейцы и сами украинцы говорят, что в нее надо вложить много миллиардов долларов, чтобы она продолжала функционировать. СП, когда-то это была часть большого советского газового хозяйства, надо понимать, что Газпром не просто поставляет газ в Европу. Он имеет несколько маршрутов поставки. В случае ремонта одного маршрута, он перераспределяет потоки в пользу других. Газпром имеет целую сеть ПХ в Европе. В зависимости от холодной или теплой погоды в эти ПХ газ то закачивается, то откачивается. То есть, это мощная система, которая в совокупности позволяет не зависеть от технологических погодных и прочих рисков и обеспечить нормальные поставки. Но это только в совокупности. Поставки по одной трубе нивелируют надежность. СП, поэтому и пришлось взяться за северные потоки, за турецкий поток. Скорее, это имеет отношение к обеспечению лучших экономических условий поставок. Это выгоднее, чем транзит через Украину. Так, первая ветка турецкого потока направлена на турецкое потребление. Газ напрямую идет из России в Турцию, что проще, чем гнать его через Украину, а потом через Балканы. Ну а северный поток связан со смещением ресурсной базы на север. То есть, тут, прежде всего, экономика. А под эту экономику уже развивается инфраструктура. Кстати, в момент распада СССР самая мощная сеть ПХ была как раз на Украине. Но с того времени она не только не увеличилась, но и уменьшилась, а в России напротив выросла в несколько раз. СП, то есть предложение Порошенко, это попытка подменить экономику политикой. Это попытка через подобные информационные вбросы привлечь внимание к украинской ГТС. Сейчас уже и европейцы, и американцы, и россияне потеряли к ней интерес. Можно сказать, ее списали. Лет 15 назад была попытка создать консорциум с участием американцев, европейцев и России и таким образом снять риски. Но Киев тогда заблокировал участие российской стороны. После этого западники отказались, так как понимают, что любая ГТС не может работать, если гарантии сбыта есть, а гарантий поставок нет. Без России это никому не интересно. СП, кажется, совсем убивать украинскую ГТС Москва не собирается. Путин обещал сохранить хоть какой-то транзит, это были переговоры с Европой. Шла речь о том, что 10-15 миллиардов кубометров транзита через Украину, общий объем украинского транзита около 100 миллиардов кубометров, а в это, целесообразно сохранить, поскольку ряд стран, подключенных со стороны Украины нуждаются в поставках. Та же Молдавия. Они на данный момент не имеют альтернативного маршрута. Естественно, Россия заявляла, что готова продолжать поставки туда, но на приемлемых условиях. Если Украина в 20 раз поднимет тариф, поставок не будет, проще зайти со стороны Европы. Напомню, договор с Украиной заканчивается в 2019 году. Тогда же будет введена ветка Северного потока-2 и закончена первая часть Турецкого потока.